Проекты. Работы и два года строительства. Зоопарк. Построен украинский зоопарк. Это частный зоопарк. В нем содержится порядка... Будут содержать несколько сотен животных. Есть эгенетические животные, которых нет у других зоопарков Украины. Например, у нас есть такие животные, как патагонские мары. По их большим делам не имеют в Украине. Есть трубкозомы. Они в данный момент присутствуют в этом вольере, в котором мы сейчас находимся. Тоже нигде не найдет этих животных. В нашем зоопарке будет представлена коллекция волков, коллекция кошачьих, птицы, филины, павлины, пазаны. Есть прекрасный контактный зоопарк, где смогут с животными пообщаться дети. Мини-позочки, мини-овечки, уточки, петухи, вьетнамские свинки. Что еще могут сказать о нашем зоопарке? Два года строился, начинался строить зоопарк еще до начала этих всех событий в стране. Насколько вообще изменилось? Были ли у вас какие-то проблемы, связанные с тем, что война пришла? Небольшие проблемы в связи с этим возникли. Это, например, размещение в нашем зоопарке жирафов. Возникли небольшие сложности. Мы планировали жирафов поместить в наш зоопарк открытие, но, к сожалению, придется сделать немножко позже. Мы с этим усиленно работаем. Что именно произошло? События в стране. Европейские зоопарки очень неохотно отдают свои животные в проблемные страны. Мы пытаемся убедить и показать, и доказать, что в нашем зоопарке для животных совершенно безопасно, условия очень хорошие, и будет правильное удерживание содержания. В материальном плане все хорошо? В материальном плане все хорошо. Животные, как вы видите, сытые, хорошо питаются, всегда свежие продукты. А планируются какие еще животные? Мы планируем еще привезти жирафов, планируем привезти слонов. Должны быть что-то из копытных, мы планировали, я пока сейчас не могу сказать точную информацию. Государство никак не принимает? Нет, государство не принимает никакую участие. Или не мешает? Скажем так, не мешает. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Левчик. Вы директор? Да, я директор в зоопарке. Спасибо.